На гугле, я там помню какие-то фрагменты, я просто увидела, что на Квебеке был земной замес, 80 там с лишним машин в аварию попали, и никто не пострадал, по-моему, кто-то там руку поломал, один, оказывается, все были пристегнуты. А сколько, ты говоришь, машин еще? 80 с лишним, там фрезенрейн выпал, и, короче, люди утром на хайвей выехали, и ту-ду-ду-ду-ду-ду начали там переворачиваться все. И самое интересное, что все пристегнуты, и никто не пострадал. Ты представляешь, если бы такое в России случилось? Что суть в чем? Что люди автоматически пристегиваются дороги. Во-первых, в машине все снабжены сенсоры. Ты знаешь, что в страховке у меня, у Наташи, там черным по-белому написано, в случае вашей смерти до 2 миллионов, ну 2 миллиона, я так понимаю, это в случае смерти. Но не дай бог ты попал в аварию не пристегнутый, тебе ни копейки не заплатят. А что в России делают люди, когда вот, например, нет, я хочу сказать, вот просто рассказать, вот что придумывают вот эти закрепки, показать, что, Дима, ты говоришь, что ты ездил в Москве, да, вы были, или вы где были, что ли? В Ростове. Ты садишься в такси, да, и если ты пристегиваешься, то водитель что? Смотрит на тебя так? Да, осуждающий, типа, что это за, что не доверяешь, типа, мне. Мы едем в Атаву сегодня, жители Ростова пришлют опровержение. Айфлайн, это здание, Наташа. Знаешь, что это? Это туда заходишь, покупаешь билет, на тебя одевают костюм, шлем, шлем, и ты как в космос? В комнату, где турбина, и ты летаешь там. Невесомость? Да. Ой, я хочу. Почему вы мимо проехали? Поехали. Мы будем ехать 4 часа, и вот мы будем через 3 часа, мы будем в Атаве. Вот. Вот я приехала к друзьям. Так это мы еще с города не выехали? Да, я понимаю, мы еще все в Торонто едем. Это что, Ошево? Ошево. Сейчас проезжаем в Ошево. Столкина в Торонто. О, Хоум Дипа. Вот Дима, наверное, в Торонто приедет, сразу в Хоум Дипу пойдет. Любимый магазин. Ребята, а вы на поезде здесь ездили? Да, у нас не было. Не раз. Как сейчас? А говорят, что вот здесь вот можно какой-то поезд ходить, и он входит на север, мишек ловить. Мишек смотреть, вернее. Почему мишек? Он до Кубека идет. Не знаю, дальше. Кстати, эти поезда делают здесь, в Канаде. Угу. Нет, их делают в Кубеке. Это фирма Бомбардер, которая делает самолеты. И самолеты они делают, да. И, кстати, недавно они с Израиля там писали. Они израиль поставляют поезда. Да? Угу. А мы в мотель, когда приедем, там же будет Wi-Fi? Конечно. Ну, и я загружу тогда сразу. И вайс, а иди в управу. Хорошо. Знаете, здесь такой прикол. Ну, человек... Ну, человек... Такое ощущение, что как будто дождик. Вот я приехала на неделю, второй день шел дождик, да. Потом у нас утро было хорошее. Ну, сегодня пасмурный день. Я думаю, завтра... В Оттаве должно быть хорошо, и мы погуляем. Будет солнышко. Да. Репортаж получится более... Ну, этим, ярким. Более красочным. Смелее, смелее. Более позитивным. Да, естественно. Все. Вылеты и парсекунские. Так вот мы, к слову, о том, что безопасность, ребята на дороге, очень во многом зависит от нас. Так еще сам Фокс говорил. Безопасности мне жить не мило. Как кашельный соль. Да. Так, про безопасность, что у нас есть? Про самолет. Во-первых, водитель должен сконцентрироваться на дороге. Не должно быть ничего его отвлекать. Рядом сидящего. Солен Кирков. А что это? Вот, дождь. Да. Дождь. Дим, ну расскажи. Я сегодня как-то уже новенькое. Не, мне понравилось. Я его так не запомню. Расскажи. Ну, Лен, ты потом сделаешь монтаж. Я не умею, Женя, монтаж делать. И много здесь таких красавчиков. Беспечный яйцок. Показал. Это шок, это шок. Расскажи про самолет. Который сидели все. Прости, Артас. Уже интересно. Давай. Начинай. Нет, я просто хотел объяснить, откуда берет это начало. Что, почему люди в России не пользуются, ну, этими штуками. Ремнями безопасности. Да. Я столкнулся с этим в Израиле, когда арабы, ну, не самая умная часть населения. Так, слушай, Лену, Лену там закроют. Лену готова запросить на ней. Ничего страшного, ничего страшного, арабы тебя не смотрят. Слушай, я ничего такого не говорю. Я просто говорю, что у них, например, все машины мануальные, со сцеплением. У них считается, если мужчина сел за автомат, это он, как бы, ну, опорочил свою честь машину. Ну, потому что считается, что автомат – это женская машина. Если мужчина сел, это значит, он честь свою нарушил. Когда, помнишь, я тебе рассказывал, в армии я был, в деревне мы с ним, как бы, работаем. А мы жили в общаках вместе со студентами, хайперскими. А нам старшего навязали узбека. Не помню, его Айбек звали. А он же со своими узбекскими замочками. Так. Боюсь, что это... Нет. Это теперь узбек. И про безопасность. Нет, ничего порочащего. Про безопасность, ребята, про безопасность. Это даже смешно. Представляешь, он мусульманин, ему бухать запрещено. Лена... Как-то мы с работы приходим, а он пьяный сидит. Серьезно народный скандал. Представляешь? Яны. Я говорю, у Айбек не понял, что случилось. Он говорит, мне кидает письмо, говорит, читай. Я смотрю там по-узбекски. Я говорю, сам читай. Я не понимаю. Он мне... А, фотографию показывает. Какая-то там Джамила. Ну, страшненько, не так, ничего. Он говорит, отец купил мне жену. Ну, в смысле, он за жену уже заплатил колыб. Говорит, ждут меня, я приеду сразу женюсь. Она уже у меня ждет. Представляешь? Как это она живет уже? А, да, колым заплатили, давай, а то нечего, еще неизвестно, что он там. Во дворе живет мужа. А он там через, вон, через три месяца тоже был. И вот он на счастье напился. А потом... На следующий день. Так он рад или не рад? Да, да. А там я отметил, что вот солидно устроен. Он из Ферганы, с какой-то деревни. Так вот, я к чему параллель провожу? А общаках это эзерская, там девчонок много, ребята там, ну, бригад, студенты. И значит, а мы со своим напарником, малышем, ну, что, малыш, он здоров. И мы через день мыли полы. Ну, иначе пылюка там. Чтоб чисто было, да. А узбек всегда сидел так, руки закладывать, знаешь, как Чингисхан. Так, хм, на нас. Не мужское это занятие. Да, вы бабы, такое что-то такое. Ну, знаешь, не мужское. Вы позорите сюда. А тут, что-то мы с ним поругались, а я как раз мыл полы. Ну, этот, шуровал, швабры. Там помещение небольшое, может, там, не знаю, 20 квадратов. И тут он говорит, ах, так. И так подходит демонстративно, и дверь в коридор открыл. Я сначала не понял. Думал, может, проветрить, что-то быстрее высохнуть. Ой, девчонки пробегают. О, какой хозяин. Ну, там все начинаются намеки, вечером уже дискотека. Ой, какой из тебя муж получится звучать. Ну, там, моргают, хихикают. А он, ну что, опозорился? Дурак, что ли? Теперь с тобой ни одна женщина разговаривать не будет. То есть он вообще даже не понимает, да? Это космос, это другая планета. То есть он реально даже не понял, что для мужчины это круто. Понимаешь? Он считает, что это позор для мужчины? Да, он говорит, ты. Так нет, он говорит, теперь с тобой. Этот позор сделал ни одна женщина. Нет, он сказал, что теперь с тобой ни одна женщина, потому что ты теперь не мужчина, вот, я опозорился. Все узнали. А вечером сразу в пятеро приходят и говорят, ну ты одевайся, а этот, бери свою учет на эту обезьяку с собой. А он, как, 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 мол, они пришли? Ленка, выключай камеру. Да я снимаю. Вырежешь. Ты что? Да я абсолютно, вот, абсолютно согласна. Нет, Наташа, дело в том, я не буду вырезать. У меня папа лучший, вот, мужчина, я знаю, что, наверное, мужчина лучше убирается, лучше готовит. Знаешь почему? Потому что он это делает с чувством, с толком, с расстановком. Не потому, что он это должен делать, а потому, что он это делает, потому что вот по зову, как сказать, души. И меня папа, между прочим, больше учил убираться. И Данила. Ты Данила не видел, как убирается. Он, если я скажу Данилу убраться, он идеально все сложит, идеально все. А София просто контролирует, чтобы он просто это делал. Ну, София руководить. Ну, София, да, у нас босс будет большой. Ну, Леночка, ну, такая же, как этот, помнишь, Висоцкий? Ну, Глеб, ну, чего ты? Он заходит, я, помнишь, как-то, Марчукова за дверь поставил. Руководить, значит, помнишь? Руководить, значит. Ну, так и это, и София, и Леночка, они обе лидерши. Не дай бог ему там что-то не поделить. Будут перелететь. То есть, получается, что для канадцев, для европейцев русский народ вообще не понятен в плане того, что мы, если мы нарушаем, да? А как же взрослый человек, будучи трезвым, будучи уменяемым, не пристегивать своих детей, например, в садик? Я этого не понимаю. Нет, я думаю, все меньше и меньше таких примеров. Но не забывай, кто такие таксисты в Ростове. Я удивилась, когда мой папа мне сказал, Лен, возьми вот эту пластиковую штучку и вставь, чтобы оно не пикало. Мы же едем по деревне. У меня глаза были квадратными. Папа, немец. Нет, ну в чем-то он прав. Если по деревне, ну, что ты в деревне, во-первых, ты в деревне быстро не ешь. То есть ты все-таки, русскость в тебе все-таки осталась шальная. Ты на велосипеде едешь, ты что, пристегиваешься? Я лучше хожу. А голову еще я ем, да? Да, и голова у меня же есть. Нет, по деревне там действительно, там, ну, курицу задавишь, ну, максимум. Там и потом, по деревне ты все равно не разгонишься на этих ямах. Ну, да, да, там дороги хорошие. Там может быть, оно аналогично, потому что оно пипикает, мешает заткнуть его. А вот если ты выезжаешь с деревни, надо пристегнуться. Однозначно. Или там, нет, в чем-то я его понимаю. А, то есть нормально, да, ну ладно. Смотри. Тогда я папе скажу, ладно, я теперь не удивлена, ладно. Нет, папа, я уверен, нормальный человек. Конечно, что ты. Он очень по правилам. Куда люди ездят в деревне, как ты думаешь? Магазин. Правильно. К соседу, там, не знаю. Нет, соседу пешком. Или в магазин действительно. Сколько там? К брату ездить. 300 метров проехать до магазина? Ну, ну, нет. Где-то, ну, наверное, метров, наверное, 800. Ну, опять же, не по хайвей же? Ну, нет. Ну, и все. Через речку. Ну, через речку. Там речка, там, такая маленькая. Мостик есть. Ты же понимаешь, в любую ситуацию ее надо рассматривать и не... В частном порядке? Да, отдельно. То есть нельзя голослом там... Ну, да. Вот все пристрелите с деревни. Ну, это так не работает. Как он, Маша, рассказывал? Ее учительница рассказывала, что их отец, ну, на ферме, детям наливал виски. Виски каждый вечер. Детям. Зачем? Снять напряжение, усталость. А то Стас, потому что они физически работают, да? Ну, да. Ну, правда, он же наливал... Вот смотри, с одной стороны, можно сказать, ах, какой негодяй, там, детей спаивать. А с другой стороны, если он там наливает им на донышке, чтобы они... Чайную ложку. Да. Или как он в это е... Добавляют в кофе. Ну, в чай, в кофе, да. Да, это нам родители тоже... Ну, понимаешь, любую ситуацию можно как абсурда довести, так и наоборот, в грубую сторону. В Битнере же тоже там большой процент алкоголя. Как его, Люся? Как его фамилия? Люся. Итак. Шифрит. Шифрит. Это что? А, вот у вас есть. А, Люся. Левковое озеро проезжает. Это озеро Антарио, да. Пожалуйста. Я видела. Вон, какая темная полоса, ребята, это озеро. А вы видите? Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Да, давайте взлетим. Где есть? Антарио. Где это будет? Их пять озер. Да? Ну, пять же озер, да. Пять великих озер. Я? Да. Я сдавала тест на гражданство. А, если что-то помнишь. А, конечно. Географии немножечко совсем было. Такие вот пикапечки. Пикапечки. Немножко дождик у нас чуть-чуть совсем. Кап-кап. Да вроде нет. Ну что? Вот на такой позитивной ноте мы закончим или мы еще поговорим о безопасности на дорогах? Или вот смотри, я сейчас еду 120, да? Это нарушение. Да? Тут разрешено 100. Так. Ну, опять же, не зима. Машина новая, колеса новые, тормоза новые. Вокруг меня нету... Так, идем. Девай. И потом все едут... Зачем сам на себя там проваться? Секунда. Я не пойму. А потому что сейчас меня будут обгонять. Понимаешь? То есть вы идете все равно на одной, в одном течении. Да. И ты понимаешь, что все идут так. А ты знаешь, что бывает на этом же хайвее зимой, бывает, что и 60 опасно ехать. Ну, я верю, вполне. Ну, что-то если там лед и гололед еще на свете. Опять же, получается, что одна и та же ситуация. Частный порядок. Смотря когда ты едешь, смотря где ты едешь. Ночью это одно. А как, вот интересно, беспилотные автомобили будут ездить в зимних условиях? Мне интересно. По памяти летом. Летом они же запомнили дорогу. Ну, я имею в виду, когда скользкая. То есть давайте, ребята, мы будем желать всем, всем, всем водителям думать частно, в частном порядке, нести ответственность на дорогу, на полу, на полу, на безопасность. Наташ, насчет безопасности. Короче, шикарный есть такой, ну, как, полуанекдот. Американских солдат готовят посылать в Ирак. Ну, уже там их экипируют, раздают оружие, готовят самолет для них. И выходит командир и говорит, ребята, вот там сидит человек за столиком, если кто-то хочет дополнительно застраховать свою жизнь, пожалуйста, вон там заполните контракт, подпишите. Все так, да, зачем это надо? Он говорит, а вот я вам объясню. Прилетите вы в Ирак. Начальник базы захочет послать там какой-то горячий конфликт, например, 50 человек, да? А с вашим дополнительным контрактом в случае вашей смерти армия должна будет заплатить 2 миллиона долларов. А если у вас стандартная страховка, всего 500 тысяч, и говорит, а теперь скажите, как вы думаете, кого командир пошлет первым? Проставил арифметик. И все наманулись к этому столу. Вот так вот. Золотые слова. Скажи красиво, да? Да. Все, Дим, спасибо тебе за это, потому что поделился опытом с нами. Будем продолжать снимать еще. А сейчас у нас дождик. Время не так много. Еще, наверное, часа два. Не выключайте наше радио. Будьте на связи. Пока-пока.